Как у тебя все было? Надеюсь, что все хорошо. У меня тоже неплохо. Батя, очень нужный день. Вышли немного, а? Твой сын. Батя подумал и сказал, вот теперь, когда ты перепросился с сыном, я тебя вижу. Это действительно не анекдот, а притча. И вот этот момент существенным является, наверное, кровообойным камнем той науки, которую я представляю. Итак, было объявлено перед вами психолог. Значит, по поводу слова психолог. Чего я в своей жизни только не наслушаюсь. Даже вот сейчас, перед приездом в УКУ, в соцсетях, мне очень понравились вопросы. Психолог – это он психовлечный, и психолог – это сам псих. Психолог – это который зомпирует и который что еще делает. Давайте я раз или всегда вот четко объясню. Можно? Итак, все знают слово «психиатр»? Кто это? Психиатр. Психиатр. Психиатр имеет дело с полными людьми. Правильно? Психиатр – это врач. Врач – это человек, который ставит диагноз. Врач – это человек, который назначает лечение и ведет больного. Правильно? А психолог? Ну, давайте для начала. Психолог – не врач. Раз он не врач, он не имеет права ставить диагнозы, он не лечит. А что ж тогда делает психолог? Есть такая странная формула. Врач работает с больными людьми, психолог – с условно нормальным. Вы заметили, что по отношению к слову «больной» слово «условно» не поздает? Потому что больной – он не условно больной, а реально больной. Что такое условно нормальный? Так? С виду. Кто был на мероприятии блестящем? Вот это одно из лучших мероприятий, на которых я был в своей жизни. Есть такая республика Машкортостан, есть столица в ней – Уфа. И вот в этой столице проходит лучшее мероприятие в истории человечества. Был такой диалог с миллионерами. Ну, немного. А помните эту сценку? Я ее показывал по поводу нормальной слиды, нормальной неслиды. Я ее напомню, можно? Вот так исторический экскурс. Это, помните, двое встречаются, где ты работаешь, да? Классическая уже стала сценка. Тот говорит, мы с тобой учились вместе. Тот говорит, да я бизнесом занимаю. А каким? Ну, деньги нужны. Ну, понятно, всем нужны. А бизнес у тебя такой… Ну, хорошо. В общем, хороший. Помните результат с вами, да? Так какой у тебя все-таки бизнес? Ну, не секретный же? Нет, не секретный. У меня МЛФ. Как вам этот бизнес слинул? Так вот, вопрос нормальничать на миру. Нормальный – это вопрос психологии. Смотрите, нормально ли заниматься бизнесом, которого стесняешься? Нормально ли ходить на работу за условно зарплату и считать, что ты занят всю жизнь делом? Нормально ли зарабатывать двадцать тысяч в месяц и требовать от своей жены, чтобы она сидела дома, готовила обеды, занималась детьми и молчала? Нормально ли ради детей зарабатывать деньги? Совершенно не имею представления даже, как выглядят твои дети. Нормально и так далее. Вот вопрос, чем я занимаюсь всю свою жизнь? В отличие от врача психиатра, я работаю с условно нормальными людьми. А условно нормальные люди – это люди, которые на самом деле не имеют никаких отклонений. Абсолютно. Они действительно абсолютно здоровы психически. Но у них есть одна особенность – это люди, которые слишком легко отдаются влиянию общественного мнения, соседского мнения. Вы знаете, я сейчас скажу вроде бы то, что даже камень в свой оборот. Все знают меня как специалист по воспитанию, по психологии воспитания детей и так далее. Радительское мнение не всегда является однозначным. То есть, иначе говоря, в чем задача убрать условно условность по отношению к слову нормальность. Это добиться того, чтобы человек стал продолжить в праздник. Думать сам. Это настолько важная вещь. Вот сейчас на меня 500 человек, сидящих в этом зале, обидится. Сразу предупреждаю. На психов и психологов не обижаются. Знаете правильно. Смотрите, друзья, ну казалось бы, мы все, если вот спросить в лоб, подойти к человеку и спросить. Вот ты это сам принял решение? Что он ответит? Да. За меня никто ничего не решил. Это я принял решение. Я принял решение пойти в школу. Причем каждое первое сентября с удовольствием. Он сам принял решение. Особенно к 9 классу это решение становится неосознанным. Вот. Потом я выбрал себе что? Высшее или среднее специальное учебное заведение. Правильно? Сам. Поднимите руки в зале. Только одну руку на сердце, вторую вверх. Кто действительно выбрался? По собственному желанию я не жалею. Руки в зале. А потом он сам выбрал себе работу. Так или нет? Сам определил себе доход. Я в этот момент всегда смею. Ну и наконец дальше он сам выбрал те правила, по которым живет он сам и по которым живет его семья. Можно дальше продолжать? Такой первый вывод я могу сделать из этого очень короткого заявления. Все что мы принимали решение, на них кто-то оказывал мне может быть позитивное, может быть не будем сейчас обсуждать. Можно когда-нибудь поздно остановиться и задуматься над одной простой вещью. Все что было в прошлом, я изменить уже не могу. Оно было и хорошее, и очень хорошее. Было отлично, никто же не спорит. Но я могу изменить то, что происходит сейчас? Да. Могу. Можно это сделать прямо сейчас в аудитории. Пробуем? Экспресс психологический тренинг. Итак, пункт первый. Все, кто находится в этом зале, так или иначе, связали свою судьбу с этим и тренингом. Так или нет? МЛМ. Что такое МЛМ? Спасибо за расшифровку. Что, кроме того, что это многоуровневый маркетинг, что это такое? Это система. Благодарю вас. Есть другие ответы? Мне нравится ответить. 500 человек из МЛМ. На вопрос, что такое МЛМ. Чего? Это классика девятого класса. Последние 72 часа мы изучали с вами историю Второй мировой войны. Так когда она началась? Хорошо. У меня иначе поставили вопрос. Что такое врач? Профессия. Что такое учитель? Профессия. Профессия. Призвание. Значит, призвание. В профессии ты это работаешь, не деньги платят. Учитель это призвание. А как вы хотите, чтобы я это назвал, чтобы это звучало красиво для учителя? Если я вам скажу, это хобби. А разве это не хобби? Кто мэтист? Альтруизм. Это у человека масса свободного времени, он получает огромное удовольствие от полностью сорванной нервной системы. Я точно это знаю. Я учитель, причем я прошел все этапы учительства, которые существуют. Мне это не нравится. Это профессия. Помните, да? У нас, говорит, приходи к нам, у нас молоко заваряло. Так что же я ему пойду, это же Ванецкий. Если у вас это вредное производство. Да у нас никто это вредно случится. Не чувствует. Не чувствует. Вот примерно вредное производство случится. Почему, когда я сказал МЛН, никто не сказал, что это профессия? Объяснить? Потому что, если вы внимательно почитаете то, что вы пишете в своих предложениях, если вы внимательно почитаете, что приходит вам, ко мне приходят несколько сот писем приглашения в разные системы новые. Это слово такое «система» и так далее. то все можно будет понять. Там и про дополнительный заработок. И про возможность жить в куче и апа. Особенно мне нравится письмо, которое пришло позавчера. «Вадим! Хватит прозябать!» Я все понимаю. Его автомат. Автомат выбирает мое слово. Ну, кстати, я получаю бесплатно написано «Вадим, хватит прозябать!» Я прозябнул и... Так вот, обратите внимание. Я все время до сих пор слышу одну и ту же фразу. «Ничего не надо!» «Вложений не надо!» «Образование не надо!» «Более того, и думать не надо!» «Более того, и делать ничего не надо!» «Адрес дай, паспорт дай, подпиши!» «И ничего не делать!» Вы знаете, это все было бы очень смешно. Но, если бы это не было единственной основной причиной вот тем камням, на которые спотыкаются все, кто приходит в Новый. Потому что, если один человек, один человек понял, что это профессия. И это не просто профессия, а это одна из самых уникальных профессий. Это понял. А вот когда этот человек смог это объяснить, доказать, проаргументировать другим людям, то тогда сработал главный принцип МОМ. Напомните? Дуплицировать. Дуплицировать. Что угодно дуплицировать за сегодня МОМ. Что угодно, кроме главного принципа. То есть, у профессионалов он, конечно, дуплицировался. Мы их в единице. Давайте я четко объясню, что я имею в виду. Что мы понимаем по словам «профессия»? Раз, два, три. Первое. Отношения. Что подразумевается под словом «отношения»? Слово «серьезное» — это из литературы. Отношения к тому, что ты делаешь, как основному. Способу чего? Зарабатывание денег. Первое. Зарабатывание денег. Отлично. Мне это нравится. Это сказала галерка «зарабатывание денег». Помните у Высоцкого, да? И тогда я оскорбил его. Я сказал «Капитан, никогда ты не будешь майором». На психологов не обижаются? До тех пор, пока вы называете слово «профессия», расшифровываете как «зарабатывание денег», вы никогда не добьетесь финансового успеха. Почему? Потому что профессии, суть которых зарабатывание денег — это, как называется, наемный труд. А теперь скажите, профессия, которая приводит к финансовым успехам — это что? Извлечение прибыли. Скажите, это разница в словах? Нет. Вот вам наглядный сегодня пример прямо здесь. Не надо никуда ходить. Вот исследование проводить не надо. На вопрос отношения к профессии. Что такое профессия? Чей говорит? Это зарабатывание денег. Ответ. Это психология кого? Наемного ракета. Чей говорит? Это извлечение прибыли. Это психология кого? Предпринимателя или бизнесмена. Вот две равные точки. Вопрос. Ну какая разница, как я сказал? Друзья мои, вот здесь я четко скажу как психолог. Не просто большая разница, а принципиальная. Потому что как ты говоришь, так ты мыслишь. Мыслишь. А как ты мыслишь, так ты действуешь или бездействуешь. А как ты действуешь или бездействуешь, такой результат ты получаешь. Итак, три пункта я сказал. Пункт первый. Отношения. Пункт второй. Я отношусь к тому, что я делаю, как основному способу извлечения прибыли. Пункт второй. В каком случае профессия становится профессией реальной? Я обучаюсь. Конечно. Причем я обучаюсь ей непрерывно. Господи, я не знаю сколько времени я говорю вот эту одну и ту же фразу. О том, что не надо иметь образование. Это не значит, что не надо учиться. Почему фраза всегда воспринимается так? Вы знаете, у нас не нужно специальное образование. Ребят, если не нужно специальное образование, это не профессия. Это шалай-балай все, что хотите. У нас нужно специальное образование. Запятая. И мы его вам дадим при одном условии. Назовите это условие. Если вы будете врать то, что мы будем давать. Очень важный момент. У нас мини-тренинг сегодня. Мы встречаемся большей частью завтра. Тем не менее, я хочу об этом сказать сегодня. Научить ничему никого нельзя. Я очень много лет проработал на учительке. В шутком учительке. Я был завка метра института совершенственных учителей. Самая большая проблема была, знаете, такая. Объяснить учителям, что ни одного ученика ничему-то учить нельзя. Человека вообще научить нельзя. Что я сказал? Я сказал парадокс, да? Нет. А теперь внимание. Человек либо научится, либо не научится. Объясню на пальцах. Итак, вот ученик я ученик. Сколько бы я его не учил, не впихивал в него вот эти ЗНУ, знания, навык и умения. Если у него стоит заслонка и он не берет. Бесполезно. Отсюда в свое время была даже теоретически изменена концепция. К сожалению, не везде. Хватит чему-то учить. Давайте развивать что? Интересное. Желание, стремление и мотив. Учим, понимаете? А что делать? Учиться. Скажите, что изменилось, когда вы стали взрослыми? Я вас буду учить, говорит лидер. И я слушаю огромное количество вебинаров. Огромное количество вебинаров. И вот дальше я себе представляю. Включен монитор. На мониторе умный человек. Умный. Продуманно все говорит. Блестяще говорит. Мне жутко интересно. И тут я ломлю себя на низ. Сколько человек в этот момент чистит картошку? Пылесосит квартиру. Смотрит параллельно сериал. Но я не буду продолжать, да? Тут несовершенно лето. Воображение включили? Да. На вебинар прослушаем? Да. Пятый, шестой, седьмой результат? Мой. У нас завтра будет семинар. Мы на этом очень серьезно поговорим. Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь онлайн построением структуры? Да. Не можете ли вы мне побочь описать себя в этот момент? Ну давайте начнем так. Вы в чем одену? В ничем. Спасибо. У вас на ножках что? Босиком. Тапушки. Тапушки. Сейчас я тапушки надену. А на теле? Майка. Алкоголичка. Давай. А на теле? Ерунка. Там. А вы с ноутбука 25? На колени. А колени где? На диване. Это еще в лучшем случае. А если вам захочется куда-то пойти, вы же не просите работу. Вы же собой возьмете. Но все. Когда-то в Эфере я рассказала как случай. Это одни из первых денег, которые я заработал в эмире. Одна фирма, очень крутая фирма, это были 90-е годы. Начала идти вниз. Ну ребята, любая фирма ходит вниз. Это он. И они позвали специалистов и спросили, что нам делать. У нас большие расходы на нашу фирму, и поэтому у нас проблемы с фирмой. На что тебя посмотрели и сказали, у них было такое помещение. Помещение было куча у города, и там стояли компьютеры. Все сидели за компьютером, там чем? 150, 200. И специалисты сказали, вы стратите бешеные деньги на что? На рент помещения. Ну действительно, рент стоит огромные деньги везде. В Америке вообще не по-другому. Разрешите каждому взять компьютер, пойти к себе домой. У вас же есть интернет, есть и интернет, внутренняя сеть. И никаких проблем не будет. Уже нет дела производства, уже тогда не было в Америке. Все можно по компьютеру, а люди там будут счастливы. Это дело было в Нью-Йорке. Я вам хочу сказать, что если вы живете полутора часа езды на метро от работы, вы живете рядом с работой. Это не верно. Все были в восторге. Все езжали, как ненормально. Тогда это сделали. Единственное, что через где-то пару недель, женщины, сотрудники этой фирмы, попросили отключить вот камеру. Они сказали, понимаете, ну, мы тратим очень много времени на верхнюю часть тела. Нижняя бокс не ей, она не видна. Она в тамушках. А верхняя все-таки надо же... Ну, это же глупость, правда. И так, зачем вставать на 40 минут или на час раньше, чтобы вот это вот... А что сказали, отключайте веб-камеры, отключайте. Ну что, отключили веб-камеры. Прошло где-то месяц-полтора, не больше, или два. И фирма, ну, дошла до к нам. И вот первые мои деньги были, когда я об этом узнал, меня пригласили в среди прочих словах. Первое, что я сказал. Что нужно сделать? В течение одного дня вернуться в эту работу. Почему? Дисциплина – это хорошая основа. Почему? Потому что, как бы я это объяснил, вы можете мне верить, можете не верить. Это совершенно ваше право. У меня вчера был задан вопрос, почему твое мнение расходится с мнением большинства? Отвечаю. Потому что я эксперт, а большинство нет. Вот я хочу заметить, очень серьезно. Видите ли, в чем дело. От того, как вы это... От того, как у вас расправлены печи. От того, какой у вас белье наш. Девушки, от того, какое у вас белье на вас. Не на 50, а на 80 процентов зависит успех. Так непосредственной коммуникации, так и опоследовательной. Сейчас вообще вещи не уступают. А при чем здесь компьютер? Меня никто не видел. Какая разница, в тапушках я или нет. Давайте вернемся к 19-й веку. Компьютером нет. Что является практически тем же чудом, что и компьютер? Телефон. Телефон до сих пор существует? Мы давайте вернемся к телефону, стационарно. Скажите, пожалуйста, имеет значение, когда я говорю по телефону, а лежу, сижу, стою, хожу? Да, это потому, что я так задал вопрос, или потому, что вы действительно так думаете? Проверим? Проверим? Звоните. Да. Слышите вопрос. Кто это делает? Есть желание дальше разговаривать? Э, да, я слышал. Хочется дальше продолжать разговор? Да, хочется узнать, что... Можно ли я переделить по телефону, куда полкибом человек? Да. Пробуем? Да. Алло? Привет. Алло? 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 Хорошо. И получается очень интересная вещь. Нас не видно, ничего не работает, но человек на том конце провода моментально реагирует. Всегда известно, когда вы прикрываете пропуск, какой? Когда вы курите, когда вы едите, когда вы сидите на унитазе, когда вы смотрите сериал, причем известно, какой. Вывод? Еще 20 лет назад я на своих тренингах говорил, если вы хотите заниматься, если по выражению, обзводом, гениальное изобретение из-за этого, обзводом. Если вы хотите заниматься обзводом, что нужно сделать? Раз, два, три. Не накраситься. Женщина не накраситься. Одеться. Включай белье. Да. А главное, выделю обувь, конечно. А главное, выделить что? Зона под названием офис. Мне все равно. А у нас однокомнатная квартира. Да хоть одна восьмая комната.